Всем привет, мои дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Светлана Рай на даче! Дорогие друзья, сегодня у нас 20 января! Вот такая замечательная погода Ну и конечно, очень у нас так похолодало я скажу Вот, вчера было крещение Господне И так получилось что не очень-то я себя хорошо чувствовала и не смогла снять даже видео, поэтому сегодня поздравляю всех с этим замечательным праздником, крещением Господним и желаю всем самое главное, конечно же это здоровье Ну а как говорится, будет здоровье и остальное Вот Ну а сегодня вот такая замечательная погода на улице я вроде бы стала чувствовать себя немножко получше окремалась и хочу сходить сейчас на улице потеплее оденусь и пойду в небоголубую долу поле красота а вот в общем собираюсь на улице ну вот, дорогие друзья я уже и на улице вот такое у нас сегодня солнце яркое светит морозится минус 15 я посмотрела на градусники я тут немножко гуляю вот такая вот погодка солнце такое яркое яркое светит красота хоть немножко да подышать свежим воздухом в конце концов это вот здесь у нас недалеко от дома такая вот частный сектор частный сектор ой, птички такие прямо вообще птички невелички а, рука замерзла в перчатку одела ну вот вот так вот это небо, конечно, сегодня ну просто просто красота просто супер такое впечатление на небо посмотришь как будто весна пришла березки белые такая красота ну в общем я гуляю готовлю винегрит очень часто я стала готовить винегрит и очень мне это нравится очень вкусно полезно ну и конечно подъедать надо же все овощи которые находятся в морозильной камере я имею ввиду про свеклу вот я даже не успела заметить как я ее все съела это очень хорошо потому что овощи должны быть на нашем столе каждый день вы все знаете что я люблю здоровое питание и стараюсь готовить здоровые такие делать рецепты к столу и все практически из своих скажем если это овощные блюда из своих овощей и так дорогие друзья сегодня я готовлю винегрит не такой как обычно обычно я готовлю из допустим беру капусту да квашеную и овощи а вот такие как свеклу морковь картофель а сегодня я решила сделать вот такой значит винегрит с огурчиками с чесночком а вот конечно было бы неплохо добавить еще сюда морепродукты такие как мои любимые мидии которые я так обожаю но сейчас у меня их нет и кстати я хотела вам продемонстрировать свои огурцы вот я друзья мои открыла трехлитровую банку огурцов ну конечно огурцы мои это песня очень вкусные действительно вот здесь рецепт который я делаю вот тут написано 7 августа это я закрывала банку по-моему на даче и тут написано 2 ложки соли столовых 4 ложки сахара красный перец 2 чайные ложки ну и конечно вы можете видеть тут море море трав тут и смородина тут и эстрагон и конечно же я кладу маленькие кругляшки морковки морковку для того чтобы огурчики были твердые грустящие а вот а кстати какие огурчики я солила вот это вот огурчик это точно шоша я хорошо помню вот и разные тут ой не конкурент сейчас скажу как же его называют да господи ну короче вы можете посмотреть у меня в плейлисте про огурцы как я их сажала и там я рассказываю какие у меня сорта очень вкусные ароматные огурцы давайте вот я правда одной рукой держу камеру хочу разрезать огурчик вот дорогие друзья вот такие маленькие маленькие семена а какие они хрусткие а какие они твердые а вкус ну непередаваемый научилась я делать именно такой вкус какой мне надо вот ну кстати вот эти огурцы сейчас попробую вы слышите как хрустят но я думала они будут острее две чайные ложки красного острого перца но той остроты которую я желала ее нет теперь буду знать я всегда сохраняю вот эти вот рецепты на крышечках чтобы мне потом знать записываю себе в тетрадь что какой рецепт мне понравился больше всех вот но теперь буду знать что чтобы острее были огурцы нужно побольше класть две чайные ложки на трехлитровую банку вот на эту конечно же недостаточно огурчики прекрасно хранятся охраняться ой очень вкусные ну а сейчас делаем винегрит и кстати я здесь уже порезала измельчила чесночок так вместо лука репчатая вот знаете кончился у меня лук я решила выйти так из положения морковь я не отваривала потому что вот моя квашеная капуста кстати вот беру рукой потому что хочу сказать что очень вкусная хрустящая ну это вообще не капуста а песня я обещала вам показать пахнет тмином вот только сейчас я ее достала с балкона очень вкусная капуста и конечно же винегрит из такой капусты из своих огурчиков прекрасных овощей картошка вот она вот такая вот я порезала не стала ее мельче мельчить потому что она разваривается дорогие друзья вот и сейчас буду собирать винегрит скажем соберу и заправлю маслицем еще раз дорогие друзья хочу вот разрезала огурчик хочу показать посмотрите какой он малосеменной то есть семян практически вот он сам-то не маленький огурчик-то да вот посмотрите моя рука да и вот огурчик а семян-то нет практически какой хороший сорт и нет никаких и нет никаких пустот вот посмотрите мало-мало и на следующий год я именно на такие огурчики буду сажать посмотрю там ну я не уверена но вот это точно шуша вот это точно он такой вот такой вот особенный посмотрите какие маленькие семянки и очень он вкусный вот я уже тут измельчаю потихоньку все вам покажу ну вот добавила уже огурчики с чесночком сейчас капусту добавлю вот сюда вот добавляю капусту и сейчас все перемешаю залью растительным маслом и поставлю настаиваться еще добавлю укроп я очень люблю добавлять винегрит укропчик он придает такой превосходный вкус и аромат вот все перемешала сейчас наливаю маслица маслица так на больше вот потом куплю мидии покажу вам свой фирменный винегрит с мидиями очень вкусный получается так укропа забыла сейчас еще укроп положу сейчас возьму вот эту ложку укропа думаю достаточно будет перемешаю ой такой вкусный винегрит получился ароматный сейчас поставлю его настаиваться когда винегрит постоит он получается еще вкуснее вот готовлю ужин для этого я сегодня решила запечь курочку с овощами значит уже вот видите картофель порезала всего две картошки порезала на четвертинки вот положила красный перец туда же я делаю на чугунной сковороде и фольгу туда кладу вот и сверху значит курочку натираем чесночком и вот так вот я еще под кожу значит обязательно чесночок закладываю чтобы был аромат вот и выкладываю вот так вот так нашу курочку и сейчас ставим в духовку дорогие мои друзья мне в комментариях попросили показать как я готовлю блюдо в духовке все очень просто потому что здесь уже как бы все написано но это не сложное блюдо и вы готовите конечно я очень много уже рецептов делала в духовке все вам показывала но если вы хотите я еще раз показываю значит вот как раз сегодня я готовлю курочку с овощами вот просто запекаю я поставила на значит режим вверх вниз вот на решетку использую чугунную сковороду в нее положила фольгу и ну и все как вы видели я сделала да так у меня на направляющих это решетка стоит очень удобно вытащил чем-нибудь приправил кстати я забыла вам сказать что конечно я использую свои любимые специи и соль как всегда вот а пока ничем не смазываю курочку я намазала маслом с чесноком вот и все значит какой режим я сейчас буду выставлять вот дорогие друзья я включаю режим вверх вниз так сейчас я увеличу вот режим вверх вниз все видно так так и включаю температуру 180 градусов вот 180 градусов можете закрыть фольгой я прикрываю фольгой чтобы как бы температура немножко тут это прикрываю фольгой а потом когда чтобы запечь курочку до румяной курочки я открываю фольгу и тогда и картофель подрумянивается и перцы если сейчас поставить так может немножко подгореть перец поэтому я сейчас все прикрою вот такую сверху фольгой вот все ставим ну вот я прикрыла фольгой потому что чтобы не подгорел перец и не приготовился раньше курицы вот и так же и картофель и еще я решила опустить чуть-чуть пониже на ну вот буквально чуть-чуть вот и готовим 60 минут в этом режиме все закрываю ну вот ароматное блюдо готово все запеклось а я еще пока тут запекалась курица захотелось на варенье приготовить с капустой никогда не делаю первый раз сейчас покажу вот налепила варенье и уже их отварила и обжариваю в масле вот ну вот такой сегодня у меня сытный ужин вот такие дела ну ладно буду ужинать